Всем привет, с вами Дизайн Просмотр и это вторая часть спецвыпуска, где мы поговорим с вами о том, что же будет дальше с дизайн-рынком. Напомню, что в первой части выпуска мы поговорили со спикерами форума Дизайн Просмотр и провели обзор на состояние дизайна рынка в условиях кризиса. Мы узнали, как разные сферы дизайна переживают это время, время тотальной дезориентации общества и глобального экономического упадка. Как выглядит дизайн-рынок сейчас, сколько он потерял и потерял ли, как адаптируется к этим сложным ситуациям, какие есть минусы и плюсы в этом кризисе и как там вообще на самоизоляции. На эти вопросы наши спикеры ответили в первой части выпуска, ссылка сейчас появится вот здесь, если ты еще не видел, обязательно посмотри, я подожду. Ну а мы приступаем ко второй части выпуска, в которой мы поговорим с ребятами на еще более важную тему. Что будет дальше? Чего ждать? К чему готовиться? И что вообще делать? Понятно, прогнозы дело неблагодарное, особенно во времена, когда вообще сложно строить планы даже на завтра. Но дело не в прогнозах. Мы связались с экспертами из разных областей. Владельцы студий, больших и маленьких, фрилансер, руководитель дизайна отдела в крупной компании, известный художник, матерый бренд-консультант и сооснователь популярного фэшн-бренда. Мы собрали их всех вместе не просто так. Их разъединяют сферы, направления, но объединяют две очень важные детали. Первое – это огромный опыт. И второе – успех в своей сфере. Если кто и переживет кризис, то это они. Их шаги, их предположения, их советы идут вкупе с внушительным опытом, который не раз помогал им выйти еще и не из таких передряг, поверьте. Сегодня они ответят на ключевые вопросы, которые волнуют нас с вами. Чего ожидать? К чему готовиться? Как будет восстанавливаться дизайн рынок? Спрос на дизайн. Он просядет или наоборот будет расти? И главное – что делать сейчас, чтобы потом не пожалеть? Ответы на эти вопросы должны помочь вам найти те ориентиры, которые порой так необходимы в такие сложные и непростые для всех времена. Поехали! Итак, первым на связи Андрей Кожанов, бренд-консультант, постоянный спикер форума дизайн-просмотр. Андрей пережил три кризиса и наверняка накопил достаточное количество советов, чтобы пережить и этот. Продолжаем разговор про рынок и что будет происходить вообще со спросом на дизайн. Насколько он просядет или не просядет. Думаю, что здесь очень простой на самом деле ответ. Мне кажется, что средний чек за услуги понизится, а как раз-таки оборот увеличится, потому что слишком серьезные изменения, в том числе и в коммуникациях, будут происходить. Ну и, конечно же, коснется рынка диджитала, потому что те, кто на сегодняшний момент там не существовал, то там как раз-таки тоже будет происходить достаточно серьезные изменения. Дифференциация. Очень многие будут уходить в ниши, усиливать отдельные специализации, но мне кажется, что вот этим нужно было заниматься еще вчера. Это просто потерянное время, поэтому сейчас придется приложить очень много усилий. Зачастую, ну, притом этот вопрос не только в моменте турбуленции задается, это по поводу того, какие, собственно, профессии востребованы на рынке, какие специалисты и вообще стоит ли инвестировать в образование. У нас есть такая шутка про то, что человек, который не обучается, он не просто стоит на месте, да, а он как раз-таки как вот на дорожке беговой, он просто задом скатывается в пропасть. То есть, по моим ощущениям, просто, опять же, то образование, которое получали дизайнеры, оно, мне кажется, слишком далеко от жизни. Общаясь там с кучей людей, там кто-то там сидит, визитки на производстве верстает, кто-то там лендинговые странички сидит там, подпиливает. Да, то есть, какие-то там специализированные, какие-то мелкие, достаточно механистические истории. И, как я говорил чуть выше, да, про то, что требуется совершенно другой пласт специалистов. Потому что агентство будет оптимизировать эти усилия собственные и будут необходимы как раз-таки те самые универсальные специалисты, которые гайдбуки заверстают, вот, и иллюстрации могут нарисовать. И, кстати, в этом отношении, когда еще фронт там был достаточно большим с точки зрения людей, около 70 человек, я помню промежуточную стадию, где специалисты подбирались как раз-таки с этим учетом, да, что кто-то хорошо, например, фотографировал, кто-то был иллюстратором, но все они еще имели и дизайн-компетенцию, да, кто-то работал со шрифтами, вот, но у каждого из них было несколько сильных характеристик. Это прям, ну, реально, прям тренд, который, за него нужно хвататься и получать эти компетенции. И этих специалистов прежде всего будут оставлять, да, за них будут цепляться, им будут платить зарплаты, вот, каким-то образом мотивировать. Вот, а если ты пришел для того, чтобы отрабатывать, собственно, зарплату, приходить там в 10 и уходить в 6, вот, такая работа вряд ли будет нужна. Да, вот, тому бизнесу, в котором мы находимся, я говорю сейчас про агентский, собственно, бизнес. И такой второй лайфхак, это история про некое собственное понимание своей эффективности для бизнеса. Неважно, там, нанялись вы по какому-то проекту, например, в какую-то компанию, либо в агентство, пошли работать. Ребят, пожалуйста, возьмите, да, и оцените, что вы можете дать этому бизнесу. Да, возьмите элементарно 21 рабочий день в месяц, да, и сопоставьте это с тем, что вы реально сделали с точки зрения продукта, самого дизайна. Да, у вас сразу отпадут масса вопросов по поводу, опять же-таки, понимания тех людей, которые вам платят зарплату. Потому что я все время говорил там, чувак, если ты там зарабатываешь там 120 тысяч, делим это там на 21 рабочий день. Вот этот твой рабочий день ты мне обходишься во столько. И если ты сидишь и двигаешь по макету логотип целый день, да, то, по сути, ты меня грабишь. Вот, и это достаточно, на мой взгляд, честная позиция. Не забывайте, да, что бизнес несет там, помимо вашей зарплатной истории, кучу всякой нагрузки, в том числе там и сервисной, сопровождение продаж, там, аккаунтинг, аренда, налоги и прочая история. Поэтому то, что вы можете принести в этот бизнес, да, вот, это еще нужно приумножить, а лучше там не в два раза, а в три. Вот, чтобы почувствовать эту эффективность. А то сейчас приходят на собеседование люди, три года в профессии, называют себя арт-директором. Я говорю, хорошо, сколько ты хочешь зарабатывать? То есть, когда я приходил на работу, да, я прочитал эту историю и сказал, чувак, я могу там, вот, как партнер принести в этот бизнес, там, не помню сейчас, 1200 долларов в месяц. Вот, а куплю я, не куплю, собственно, затраты, я понимал, сколько я стою. А сейчас человек начинает загибать пальцы и говорить там, мне нужно снимать квартиру, мне нужно вкусно питаться, мне нужно ходить в музее. Вот, я говорю, да ты хоть в коробке спи картонной и питайся дошираком, как бы. Это меня не касается, как работодателя. Ну и, собственно, в заключении нашего разговора, это такие три были совета, вот, что нужно сделать сейчас, чтобы не пожалеть в нашем светлом будущем. Три вещи хочу прям порекомендовать жестко. Ну, в первую очередь заняться построением, обновлением собственной стратегии. Опять же таки, неважно, бизнес или вы конкретный специалист. То есть стратегия, напомню, общий нейтрализированный план действий по достижению цели. И чаще всего в 90% случаях, приходя в бизнес, задавают вопрос, к чему вы стремитесь. Там, в ближайшей перспективе, как правило, никто не может на это ответить. Вот, займитесь в первую очередь этим. Второе. Очень быстро изменяться. То есть режим наблюдений за рынком, за клиентами, за конкурентами, за потребителем, должен быть настолько сжат во времени, вот, чтобы вы могли просто моментально реагировать на все вызовы, собственно, рынка. Ну и третий вопрос, третий ответ, третья рекомендация – это постоянно учиться. Особенно в режиме удаленном, огромное количество колл сейчас совершенно безвозмездно вывешивают свои программы, открыто делятся информацией. Вот, поэтому здесь у вас руки развязаны, поэтому welcome, качаем скиллы и становимся все более сильными. И не реагируем, собственно, на так называемый кризис, вот, который на самом деле действительно будет теперь постоянным, вот, с точки зрения изменения, опять же таки, и рыночных условий. Вот, поэтому всем здоровья и не останавливаться на достигнутом и постоянно качать, качать, собственно, себя, свои скиллы и быть эффективным. А теперь перейдем к советам от руководителя небольшой питерской студии М18 Михаила Кучина. Ну, я уже упомянул, что все, всего, всего коснется, да, то есть, ну, совсем бесследно это не может пройти. Я видел прогнозы о последствиях длиной от 2 года, в 10 лет, в 5, то есть, ну, все-таки аналитики и бизнес, у нас какие-то специалисты, они смогут что-то точнее назвать. Здесь я не осмелюсь говорить о каких-то прям серьезных прогнозах. Я понимаю, что удар по экономике точно будет, и он и есть, да, соответственно, что может это означать для нас, что может это означать для диджитал индустрии, для веб-студий, для всех, кто с нами связан. Нужно быть адаптивными, как бы я выразился, то есть, нужно не страдать, нужно не закрываться, нужно не сворачиваться, не брать кредитов, наверное, все-таки, а просто постараться произвести некоторую адаптивную реакцию, то есть, перестроить, предложить новый продукт, оптимизировать производство каким-то образом, да. Но, грубо говоря, наша история с офисом, это не о сворачивании, не о закрытии, какой-то регрессии, да, это о, скорее, об оптимизации. В общем, основная идея – это адаптивность некоторой реакции рынка. Наша тема, наша отрасль диджитал, она достаточно гибкая, быстрая, то есть, вы понимаете, что не то, чтобы большой завод отреагировал какой-нибудь, да, там, машиностроительный или судостроительный завод перестроил свои процессы, да. Чаще всего диджитал-компании до 100 человек, да, еще чаще там до 30, или вообще, может быть, сейчас преобладают фрилансеры на рынке. Достаточно легко перестроить предложение, некоторое новое сделать. И в будущем этот адаптивный подход, он как раз может стать залогом успеха. Приведу пример. Мы планируем, мы будем предлагать вот это решение с онлайн-офисом, оно, скорее всего, будет востребовано. Мы видим спрос уже с нескольких других клиентов. Вот, по сути, это наша реакция и новый продукт на рынке, да. Я полагаю, что время дорогих решений, дорогих продуктов прошло. То есть, вряд ли с первых дней отмены карантина будут заказывать сайты за 3 миллиона и за 10. Вот, скорее всего, нужно вести себя поскромнее. То есть, эта адаптивность могла бы включать некоторую скромность, да. В то же время, коробочные какие-то универсальные решения, облачные какие-то конструкторы, сервисы и так далее, естественно, будут сейчас развиваться не только в ближайшие 2 месяца, а в целом сервисы доставки, каких-то историй аренды, шеринга и так далее. Вот, можно будет подумать о рождении новых продуктов в этой области. Ну, планировать, естественно, нужно планировать сейчас точнее. Если кто-то не привык делать бизнес-планы или составлять план работ на день, я очень рекомендую сейчас взяться за более качественное планирование, взяться и начать с себя и со своей команды, компании в целом, да. То есть, сейчас, конечно, лучше не заниматься какими-то не запланированными тратами, проектами сомнительными, авантюристическими, да. Лучше сейчас, поскромнее, да. Ну, и оптимизация, о которой я упомянул. В заключении, хочу посоветовать всем не унывать. На самом деле, все пройдет, даже если это займет год или пять. Вот, сколько бы ни заняло, очень важно сориентироваться. В текущей ситуации все у нас получится. А через несколько месяцев у нас будут открыты, наверное, вакансии под новый проект. Пишите, обращайтесь. Интересно, какие советы даст Покрас Лампа? Самый известный российский художник, работающий с брендами со всего мира. Что будет дальше? Объективно, любой кризис отражается на обществе, формируя более осмысленные вообще траты. Да, то есть мы можем вообще, в принципе, рассматривать экономику в разных ее сегментах. И всегда можно правильно между этими сегментами балансировать. У меня есть понимание, что все, что будет связано с оффлайном, конечно, сильно проседает. При том, что люди в изоляции все сильнее начинают понимать ценность того, что вот у них было. Да, там, начиная от каких-то прекрасных фестивалей, музыкальных концертов, событий, ярмарок, прогулок, общественных пространств. Когда у нас отбирают, когда нас заставляют сидеть дома, многие начинают тихонечку сходить с ума и вот хотеть ту самую улицу, тот самый город, который вот у нас за окном. Ну, все, что касается темы коронавируса, пандемии и вообще вот этих всех настроений в искусстве, во-первых, я думаю, что художники, которые до пандемии на эту тему высказывались, сейчас получили некий такой вот карт-бланш на публикации, на внимание, что в целом, ну, логично. Те, кто делает такой ситуационный арт на эту тему, иногда это получается очень злободневно и прикольно. Так, например, все видели эту картинку с «Тайной вечерни», когда все сидят в зуме, и это же хост, который был написан маслом, соответственно, писать маслом – это довольно долго времени. И вот сейчас картинка стала одной из самых популярных в интернете из тех, что делали современные художники. С точки зрения работы самое важное сейчас – это верить все-таки в то, что вы должны с этим справиться и вынести гораздо больше плюсов, чем остальные. В первую очередь, это самообразование, это новые скиллы, это поиск своих каких-то новых черт, новых умений, новых мыслей. И вообще того, что сейчас самое время развиваться, изучать новые техники, там, не знаю, 3D, дополненные реальности, новые виды красок, все, что угодно. Второе, я считаю, это построение комьюнити. В любой кризисный момент очень важно объединяться, а не ссориться, в том числе я считаю важным очень подтягивать и историю с гендерным вопросом, и историю с вообще взаимодействием разных граффити, дизайн, искусства и разных общих сообществ, разных направлений вместе, искать какие-то общие точки прикосновения, взаимную поддержку, какое-то взаимное вообще развитие, вместо того, чтобы там спориться и искать какие-то изъяны друг в друге, сейчас я вижу в этом мало смысла и считаю, что люди объединятся. Если будут, то будет гораздо больше классных проектов. Вот, ну и последний, наверное, совет сам маленький. Просто определите, что вам сейчас важно, не тратьте свои ресурсы на то, что вам сейчас кажется наименее полезным. Там, да, если у вас отменились поездки, значит, займитесь этим. Если вы планировали какие-то сложные проекты, постарайтесь сделать хотя бы часть этого своими силами. Находите единомышленников и, в общем, надеюсь, что у вас все будет хорошо и все, что вы запланируете, у вас обязательно случится. Вот, всем сил, всех обнимаю, мойте руки, берегите своих близких и давайте делать новую визуальную культуру вместе, прекрасной, яркой и разной. Ну, всем йоу. Далее мы передаем эстафету антикризисных советов представителю больших корпораций Юрию Ветрову, который много лет возглавлял отдел дизайна Mail.ru Group, а на данный момент является руководителем отдела управления брендом в Райфайзенбанке. Про что можно точно сказать, что мы все научимся работодаленно, цикризация будет гораздо сильнее, появятся онлайн-доставки лекарств, которые запрещали раньше, и, в общем, у каждой рестораны будет доставка, и, в общем, все эти базы выписаны истинно, и сейчас видно, как в банках долгое время шла трансформация из отделений в приложение, и я пришел в Райфайзенбанку, и скорость это идет, и банк закрыл в прошлом году четверть отделений, потому что просто люди стали ходить активнее в приложении, чем туда, при этом банк растет, прибыль растет, просто люди перетекают из одного канала в другой. Сейчас эта скорость будет еще более стремительной, поэтому, ну, то есть это плюс, то, что в целом наша цивилизация тут становится более какой-то прогрессивной. И можно жить, работать, делать что-то интересное, вот, и чтобы через 3, 6, там, 9 месяцев показать, что крутое. Я стараюсь в это время использовать, использовать. А сейчас передаем слово представителю фриланса Вениамину Веку, который за несколько лет прошел весь карьерный путь дизайнера. Я считаю, что нельзя думать, что есть ситуация до этой пандемии и после. Есть просто то, что мы уже вот сюда вот именно перешли, то есть именно вот в этот момент, и в нем уже нужно варить. Есть пауза, надо ее использовать именно в направлении того, чтобы изменить себя, рынок, все. Наверное, тут самый главный вопрос в том, как дизайнеру сделать так, чтобы компания, с которой она работает, тоже пошла вот туда наверх, в онлайн. То есть если сейчас так происходит, что, условно, вот, будучи там, ну, на мне это как это произойдет? Ушли там, условно, два клиента, ну, не ушли, а сказали, пока у нас, как бы, нет денег, sorry, мы, соответственно, там, тебе не можем платить работу. Хотя мы, там, полгода для них что-то уже делали. Там, я и, там, моя проектная группа из, там, друзей дизайнеров. Вот, то есть обидно, но не стоит, наверное, типа, бросать клиента. То есть, да, типа, у него есть проблемы, но было бы неплохо предложить ему какое-нибудь решение проблемы. То есть немножко, может быть, даже это попахивает консалтиком, то есть с этой стороны. То есть мы помогаем бизнесу заработать денег. Если в данной ситуации у бизнеса нет возможности зарабатывать, то в чем проблема? Ну, как бы, не предложить какое-нибудь решение. Вот, поэтому, там, с одним клиентом мы сначала разошлись, но потом мы поняли то, что можно попробовать что-то делать в онлайн. Смысл в том, что они, там, проводили, условно, во флане очень много своих мероприятий, да, и, соответственно, у них все это упало. Как сделать так, чтобы они хоть немного зарабатывали денег? Сделать так, чтобы они могли проводить это, ну, соответственно, в виде курсов или еще как-то. То есть это тоже решение. То есть если дизайнер видит, что у компании все плохо, он не пытается из нее выжить там последние сойки, не пытается там допрашивать, он говорит, окей, хорошо, все плохо, давайте попробуем придумать, как нам хоть что-нибудь для вас сделать. И теперь слово Роману Горбачеву, основателю и директору студии «Логомашины», которые сделали больше двух тысяч логотипов и фирменных стилей для клиентов из 25 стран, от Южной Кореи до Канады. Во-первых, наверное, надо сказать, что вся эта ситуация, несмотря на очевидные ее негативные последствия, понятно, что люди умирают, люди теряют работу, люди болеют. Но, в общем, абстрагировавшись от этого, мне эта ситуация скорее не нравится. Я по своему типажу, есть такой типаж, да, буревестник, который больше любит, когда есть какие-то изменения, какие-то движения, чем когда вот скучное сидение на месте. С этой точки зрения мне текущая ситуация очень интересна. Я всегда жалел, что я был очень маленький в 90-е, да, когда зарождалось вот это предпринимательство, когда там появлялся интернет и прочее, прочее. Я все это как бы, я не мог этим воспользоваться в полной мере. И сейчас такие как бы мини-90-е, да, вот какие-то резкие необычные изменения без бандитизма, я надеюсь, так и обойдется. Вот. Давайте расскажу, что, скорее всего, будет происходить с рынком и, соответственно, с рынком дизайна. Потому что дизайн, как я уже сказал, он преследует, по сути, предпринимателей. То есть дизайн нужен, когда появляется что-то новое, когда что-то обновляется, выходит на новый уровень, меняется. Это все сопровождается дизайном. Сейчас картина выглядит так, что рынок у нас в негативной фазе, да, если представить это как такой маятник. Сейчас у нас негативная фаза. И предприниматели либо занимаются тем, что налаживают процессы, да, занимаются тем, до чего никогда не доходили руки, вот сейчас, сидя дома, можно это сделать. Либо, если бизнес совсем закрылся, разорился, то предприниматели думают, что бы им сделать новенького. Соответственно, вот эта негативная фаза. Люди держат деньги при себе, никто не хочет тратиться на какой-то шикарный, роскошный супер дизайн, да. Все сидят в ожидании. И как только рынок покажет динамику, как только разрешат опять открыть кафе и рестораны, как мы знаем, 90% ресторанов уже не вернутся в том виде, в каком они были. Те предприниматели, которые сейчас, как и я в том числе, немножко в законсервированном таком состоянии, да, в состоянии ожидания. Как только рынок пойдет обратно, очень много будет запросов как раз-таки на дизайн. Это хорошая новость. То есть, когда вы увидите, что маятник переходит в позитивную, да, в положительную динамику, нужны будут сайты, лендинги, будет открываться много новых активностей, в том числе и онлайн. Все здорово, но есть и такая опасная для дизайна вещь, которая заключается в том, что очень много людей пойдет в дизайн. Очень много людей, которые сейчас сидят дома и изучают какие-то видеокурсы, переходят на фриланс, да, идут на профи.ру, берут заказы. Грубо говоря, конкуренция в среде дизайна, особенно в среде фриланса, она будет очень большая. Очень много людей появится, причем люди с низкими костами, да, с низким расходом, которые готовы делать логотип не за 5000 рублей, а за 100 рублей. И конкуренция будет жесткая. К этому надо быть готовым. Тут, как всегда, два решения. Либо самому стать заметным, да, стать важным, полезным дизайнером, дизайнером, которого знают, которого рекомендуют. Либо быть рядом с брендом, да, который тоже, вот, все эти колебания маятника пройдет очень гладко и плавно. Что будет происходить, если вот этот маятник рынка задержится, сейчас пока никто не понимает, сколько он будет в этой негативной фазе. Может быть, уже там через пару недель все пойдет обратно, да, может быть, он там задержится надолго. В, наверное, моих корыстных интересах, наверное, мне было бы выгоднее, если бы он задержался чуть-чуть подольше, потому что логомашина одна из тех фирм, которые могут довольно гибко схлопнуться, да, до какого-то состояния, пережить вот эту негативную фазу и как только будет обратное движение, разрастить. Я знаю, что есть крупные компании, которые этого не могут, да, наши конкуренты, у которых слишком сложные процессы, слишком большой штат, слишком сложно построить это все на удаленке. И, соответственно, такие конкуренты будут отказываться от дизайна, да, то есть будут переставать делать дизайн, либо будут отдавать на аутсорс. Короче говоря, чем дольше в негативной фазе будет маятник, да, тем больше конкурентов откажутся от того, чтобы делать какой-то дорогостоящий дизайн. Уже сейчас заметно даже по рекламе в Инстаграме, что многие крупные брендинговые агентства начинают предлагать какие-то урезанные дешевые услуги, экспресс-дизайн, экспресс-брендинг, какие-то мини-исследования, все это быстро, все это как-то в урезанном формате. И, соответственно, ну это первый такой сигнал о том, что они паникуют, что у них есть какие-то серьезные проблемы. И, соответственно, вот это обратное движение маятника, оно очень, сейчас я буду звучать как какой-то астролог, но тем не менее, оно очень благоприятное для тех, кто хочет наконец запустить что-то свое, запустить студию, агентство, СММ, коммуникации, все что угодно. Это будет как раз шанс для маленьких, для быстрых, для современных, потому что очень многие клиенты за вот этот период негатива, они откажутся от своих дорогостоящих подрядчиков, они начнут искать, так, что-то мы там платили по миллиону в месяц за там СММ, что-то слишком дорого, давайте платить по 500 тысяч. И они будут искать агентство за 500 тысяч. И, возможно, именно вы окажетесь вот этим маленьким агентством и, ну, точно так же логомашина. От нас уйдут клиенты, которым там дорого логотип там за 100 тысяч, да, они найдут фрилансера, но также к нам придут клиенты, которые раньше заказывали там за полмиллиона, теперь хотят там за 200 тысяч. Сейчас, возможно, такое развитие ситуации. С одной стороны, многие бренды, во-первых, уволят тех дизайнеров, которые есть в штате. Во-вторых, многие специалисты, которые сейчас не могут работать на удаленке, тоже захотят стать дизайнерами. И на рынке будет очень большое предложение именно фрилансеров. И те фирмы, которые сейчас сократили дизайнеров, они попробуют работать удаленно со многими. И когда ситуация будет восстанавливаться, когда ситуация станет лучше, скорее всего, не будет такого большого спроса на дизайнера в штате, как есть сейчас. Но будет большой спрос на удаленщиков, сдельщиков, фрилансеров. Ну, то есть на общение уже, ну, не такое личное. Соответственно, вы можете потерять свои места сейчас вот эти в офисе, да, вместо офисного дизайнера. Именно вот на всех этих трендах. И впоследствии вы можете его просто не найти, потому что не будет этого спроса. Те, кто работали раньше с дизайнерами в штате, научатся работать с дизайнерами удаленно. И, ну, как бы это ни хорошо, ни плохо, просто можно быть к этому готовым, что спрос немножко изменится. Будет больше спроса на удаленщиков. И этот спрос будет очень быстро закрываться, потому что их станет очень большое количество. Поэтому, если вы хотите остаться именно в какой-то студии, в компании, в штате, сейчас точно не время капризничать, не время просить повышения зарплаты. Если вы хотите остаться в штате, то лучше этот момент все-таки пересидеть. Ну что, ребят, в заключении хочу пожелать всем не переживать, не паниковать, не суетиться, потому что самое страшное, наверное, что может случиться с нами, это мы переедем к родителям и немножко поживем за их счет. Скорее всего, это вот максимум, да, что нам грозит. Наверное, слава богу, что у нас не война, не дай бог нам с этим столкнуться. Да, все-таки у прошлых поколений были вызовы гораздо серьезнее, чем у нас. У нас это все довольно такое игрушечное. И даже мы с вами, будучи маленькими, прожили несколько кризисов и, по сути, их даже не заметили. И наши родители. Тот кризис, который был в 90-е, он, наверное, не сравнится с тем, что есть сейчас. И тем не менее, родители воспитали нас достойными людьми. Так что не переживайте, не унывайте, все будет хорошо. И в завершение выпуска серия заключительных советов от сооснователя популярного фэшн-бренда Ксения Шнайдер и арт-директора Сила Антон Шнайдер, который сейчас базируется в Киеве. Думаю, что после, когда нас всех выпустят гулять, спокойно дышать и не бояться заразиться, то есть после тотального карантина, фэшн будет, ну, мне кажется, это не меньше года, когда все более-менее, если оно вообще, короче, собирается быть похожим на то, что было, как бы вернуться на рельсы свои, то, ну, это год точно, это не быстро. Это, ну, как бы, надо как будто доверие и, как бы, ощущение уверенности всем, всем участникам рынка этого, ну, вернуть, как бы, что окей, можно. Вот, еще непонятный вопрос, куда все ломанется, потому что, ну, мне казалось, что есть тренд, кажется, на унификацию какую-то, ну, типа, часть, ну, запрос, короче, типа, давайте придумаем что-то такое, ну, очень, как-то сказать-то, господи, короче, давайте уменьшать гардеробы, давайте не перепотребляйте, все такое, и пока сейчас, пока идет карантин, как бы, об этом говорят в СМИ, ну, и вообще в соцсетях, что, типа, мы слишком много потребляем. Мне кажется, что, наоборот, я вижу еще другую сторону, многие люди, наоборот, начинают слишком наряжаться, они, как бы, такой протест, ну, беде, наоборот, наряжаются дома и хотят пойти куда-то погулять нарядные, и, короче, может быть, наоборот, бомбанет в сторону креатива, что, типа, давайте, ну, чего уж там, давайте, наоборот, веселиться и, типа, быть яркими, а не серыми и одинаковыми, типа того. Я думаю, это оставит, ну, пандемия оставит след в моде в плане маски, как будто распространяться, ну, не потому что это, типа, умно или правильно, а потому что, ну, просто реакция людей, то есть люди такие скажут, все, теперь маска точно это аксессуар для всех, теперь, ну, она всегда нужна, там где-то про запас, короче, люди будут перевыкупать и, ну, усиленно ходить в масках. Я даже, когда был в Японии, я спрашивал у них про маски, почему у них носят, и мне местные сказали, что это немножко, ну, типа, пере... они, ну, короче, это такое, как, ну, не расстройство, а, ну, люди, короче, слишком парятся, грубо говоря, вот, паранойя, вот, и оно, на самом деле, вот, скорее от этого, господи, ну, типа, от смога, у них, типа, ну, много движения, много тачек, пыли, вот, от этого маска, а не от болезней людей, там, или от гриппа какого-то, но она, по идее, они не спасают эти модные маски, которые с поролона, они же вообще по-другому работают. Ну, короче, что делать конкретно с фэшном, непонятно, куда это все выльется, мы делаем ставку на то, что у нас онлайн-продажи будут продолжаться, когда карантин отменят, ну, скорее всего, это наш вообще единственный шанс усилить продажи онлайн, ну, то есть прямые продажи, они через байеров, и, как бы, отойти, что ли, от этих, от сезонных коллекций, то есть от вот этой гонки, и работать дропами, то есть какие-то мини-коллекции, мобильнее их выпускать сразу, то есть ты их сделал и тут же продал, они, как обычно, ну, сезонные коллекции ты, типа, показал, через год ты их, ну, все их увидят в магазине, это все долго, ну, короче, стать, как бы, мобильнее, что ли, вот, ну, быстрее. Если это все не сработает, или останется на пониженных каких-то оборотах, ну, то есть бренду-то ничего, как бы, не может повредить особо, ну, кроме скандала какого-нибудь. То есть даже если бизнесу плохо, то ты можешь бренд развивать или поддерживать, то я даже допускаю, что где-то летом мне придется пойти, так как вот сейчас, например, я не получаю зарплату, потому что, ну, перераспределили в пользу сотрудников деньги, ну, придется куда-то в найм пойти, не знаю, в какую-нибудь IT большой контору или что-то такое. И, кстати, уже от них поступают предложения, так как они тоже чувствуют, что, ну, надо собирать это, этих, как, обездоленных всех, короче. Но я пока держусь. Ну вот, друзья, спецвыпуск подошел к концу. Какие можно подвести итоги? Я бы, наверное, не будь я на самоизоляции, сделал бы так. Так, большими, красными и кривыми буквами написал бы на заборе, который олицетворяет дизайн рынок. Кризис — это время возможностей. Я понимаю, порой сложно найти хорошее в плохом, но иногда это просто необходимо, чтобы двигаться дальше, искать новые возможности для роста и не останавливаться. Мой вам совет. Используйте время, которое у вас появилось, не тратьте его впустую. Переберите и настройте заново рабочие процессы. Обновите портфолио. Освоите новые скиллы, о которых говорили спикеры в выпуске. В общем, потратьте это время на то, что даст вам фору, когда все это закончится. Если вам понравился такой формат и этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на уведомления, ставьте кулакольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А будут ли новые выпуски? Все зависит только от вас. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Понравилось или нет? Пишите, что бы вы хотели видеть еще. Давайте общаться. Также не забывайте писать в комментариях ваши истории, как вас затронул кризис, как вы его переживаете и главное, что будете делать дальше. Это был дизайн-просмотр. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок